Всем привет, друзья! С вами снова я, Макс, и это канал Шестеренка, и сегодня компания Каймафан завезла нам новую беспроводную петличку. Выглядит она вот таким вот образом. Я, естественно, ей уже попользовался, и давайте начнем с того, что находится в данной коробке. Перед нами вот такая вот коробка. Что у нас в коробочке? В коробочке все очень красиво. У нас идет инструкция. Инструкция только на английском языке, но здесь все очень все понятно. Ну, допустим, даже еще с картиночками. Картиночки очень красивые. Так, дальше в коробочке у нас выглядит все вот таким образом. Лежат приемник и, естественно, передатчик. Выглядит это вот таким вот образом. Ну, они действительно симпатичные, то есть ничего сказать такого не могу. Микрофон у нас находится здесь. Здесь у нас дырка для того, чтобы подключить петличку проводную, которая у нас идет в комплекте. Плюсик-минусик. Это переключение канала. Дальше у нас идет микро-USB для зарядки. Кнопка включения. Она же кнопка проверки батарейки. С этой стороны нет ничего. Обычная прищепка. Естественно, ее можно вставлять в горячий башмак. То есть, ну, как, в принципе, на всех микрофонах. Единственное, что могли бы сделать здесь дырочку, чтобы можно было вешать на шее. Мне кажется, это было бы гораздо удобнее. Так, на приемнике что у нас? То же самое. Один раз нажали. Она у нас мигает. Естественно, это проверка батарейки. Выход на наушники. Громкость. То же самое. И тут у нас линейный выход. Вот таким вот образом все выглядит. Микро-USB включается. Опять одно и так. Видите, мигает. Включается вторая. Моментально ловит. Ну, то есть, элементарно. Что у нас идет дальше? Провод для зарядки USB. Два микро-USB. Провод с этикеткой фотоаппарат. Естественно, для подключения через линейный выход к вашему входу микрофона на фотоаппарате. То же самое идет для... Написано даже для смартфона. Чем они отличаются? Ну, как бы... Вот. Чтобы вы понимали, да? С одной стороны. С другой, естественно, они одинаковые. И идет петличка. Петличка идет почему-то в пакетике. Выглядит вот таким вот образом. Сам микрофончик. Вот такой вот достаточно компактный. С металлической решеткой. Ну, и, естественно, махнушка. Такой большой махнушки против ветра нет. Вот такой вот комплект вы получаете после покупки. Итак, все основные параметры вы видите сейчас перед собой на экране. Что я могу сказать по внешнему виду? На самом деле, не так все плохо, как я ожидал. С учетом того, что это бюджетные петлички. Вы должны понимать, что они, в принципе, должны работать как бюджетные петлички. Это как бы нормально. Да, пластик, конечно, не такой премиальный, как там в каком-то Road или там Holy Land. Все подешевле, но вы знаете, все выглядит достаточно неплохо. И, честно говоря, работают они тоже достаточно неплохо. Давайте сейчас проведем небольшой тест здесь, в студии. И сравним, допустим, с теми же Holy Land Plark 150, в принципе, в которой вы меня сейчас и слышите. Что я буду делать? Сначала мы сделаем тест именно вот с данного микрофона и потом с того микрофона, который идет в комплекте. Итак, нажимаем просто, чтобы включить. Как вы уже понимаете, нужно просто зажать. Бац, они моментально подключаются. Что касается переключения каналов, честно вам скажу, тыкать сейчас я не буду. Но вот я на улице пару раз делал, честно сказать, я не понял разницы. В общем, про улицу чуть попозже. Давайте сейчас послушаем, как они работают в студии. Итак, поехали. Итак, раз, раз. Прилеплю здесь рядышком. Раз, два, три, раз, два, три. И сейчас вы слышите запись именно с данных петличек. Это KMG-10. Что могу сказать про... Вообще, про них. Самое, что интересно, мне очень понравился микрофон. Единственное, что мне не понравилось, что он достаточно на толстом кабеле и достаточно жестким. Сам микрофончик компактный, маленький, удобный. Что мне очень понравилось, если вы смотрите мои обзоры, это то, что вот этот крокодильчик, вот это вот крепление, оно железное. Это очень здорово. Надеюсь, оно не развалится. Но посмотрим, все может быть. У меня разваливается просто на ура. Как вы понимаете, данную запись мы можем сделать и на телефон. То есть, подключив его через, соответственно, кабель, на котором написано смартфон. Если у вас нет, естественно, 3,5 миллиметра, как правило, сейчас везде нету, нужно купить переходник либо в Type-C, либо в микро. Ну, в общем, куда вам надо, в Lighting, еще куда-то. И все должно у вас заработать. К сожалению, сейчас я попробовать не могу, тупо нет переходника. Итак, сейчас вы слышите звук, опять же-таки, с данных петличек. Давайте сейчас быстренько переключимся на LARC-150. И я его прикреплю именно так же. Вот я его вешаю рядышком. И послушаем одну и ту же фразу на том и на том. Итак, Кайма Фан. Раз, два, три, четыре, пять. Это канал Шестеренка. С вами, как всегда, я, Макс. Holy Land LARC-150. Раз, два, три, четыре, пять. Это канал Шестеренка. С вами, как всегда, я, Макс. Теперь давайте попробуем, сделаем наоборот. Сейчас я подключаю Holy Land к петличке, которая давалась, естественно, в комплекте. А потом то же самое сделаем и с Кайма Фан. Через встроенную петличку от компании Holy Land. Раз, два, три, четыре, пять. Это канал Шестеренка. Раз, два, три, четыре, пять. Это канал Шестеренка. Сейчас вы слышите мой звук через Кайма Фан и через, естественно, петличку, которая давалась в комплекте. Надеюсь, вы меня слышите хорошо. У меня немножко шумит компьютер. Сейчас давайте сделаем небольшую тишину. Послушайте, как все это дело звучит. Но шум идет небольшой. Сделать, к сожалению, полноценный прям blackout такой, чтобы не было ни звука, ни света, я не могу. Поэтому вот как есть, так и есть. Теперь давайте, наверное, перейдем к тесту на улице. И вы посмотрите, насколько далеко он ловит. Вот я сейчас открыл инструкцию и хочу вам сказать, что они гарантируют нормальный прием сигнала на частоте 2.4, wireless, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, на 15 метрах. Что могу сказать? Они ловят гораздо дальше, но ловят очень хреново в плане того, что ловят они хорошо, но в определенном, так сказать, положении вы должны быть. То есть встать как-то. Короче, сейчас вы все это дело увидите. Просто хочу сказать от себя, что реально их рабочее расстояние, это скорее всего 10 метров прямой видимости. Либо вот таким вот образом, как сейчас вы видите меня. То есть где-то в студии, где-то, я не знаю, вы делаете обзор какого-то там самоката, либо разговариваете с кем-то, либо что-то рассказываете, как блогинг, что-то такое. Мне кажется, что микрофончики, у них, по-моему, сейчас цена, если я не ошибаюсь, посмотрите по ссылочке внизу, где-то в районе 5 тысяч. То есть именно за эту цену, я думаю, что вполне все даже прилично. Переходим на тест на улице. Произведем тест данного микрофона, насколько далеко я смогу отойти. Взял камеру, взял микрофон, он сейчас работает, могу вот постучать. Надеюсь, вы меня слышите нормально. Ладно, я пошел. Будем отходить вот таким вот образом. Надеюсь, что со спины меня тоже слышно. То есть обычно в таких микрофонах бывает такой вариант, что если я поворачиваюсь, звук отключается. Надеюсь, что здесь такого нет. Сейчас попробую дойти вот до, не знаю, вот отсюда. И я слышно. Что-то мне кажется. Так, смотрите. Вон у нас микрофон. Я не знаю, сколько здесь метров, наверное. 30-40. Слышно меня? Не слышно. Раз, два, два, три. Сейчас покручусь. Все. Встал я. Вон стоит камера. Надеюсь, видно все. Раз, два, три. Раз, два, три. Будем возвращаться. Посмотрим. Если он снял на таком расстоянии, это просто огонь. Но что-то мне подсказывает, что он вряд ли снимет на таком расстоянии. Хотя, все возможно. Китайцы не перестают меня никогда удивлять. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот уже подходим. Уже полпути. Здесь, наверное, было, ну не знаю, метров сто, наверное, точно было. Посмотрим, что он записал. Надеюсь, вы не разочарованы. Хотя, мне кажется, что он не предназначен просто тупо для таких, ну, там, не знаю, метров на 10 отойти и все. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Надеюсь, нормально. Вот мы уже подходим. Вот камера. Раз, два, 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 раз. Так. Не, ну, тут-то понятно, вы меня слышите. В общем, вот таким вот образом прошел тест. Не знаю, хорошо или плохо. Приду вечером домой, проверю и вам расскажу. Но вы уже и без меня все это дело слышали. Итак, что я могу сказать еще после теста на улице? Вы, в принципе, все слышали, так что добавить, я думаю, мне уже будет нечего. Микрофончик не сказал. Он метр длиной. Какие косяки мне не понравились? То есть, это, скорее всего, не косяки, а то, что действительно неудобно. Смотрите, это приемник, это передатчик. Да, если я хочу, ну, допустим, я снимаю себе один и вдруг мне надо, я не знаю, там, выругаться матом, я не могу сделать мьют. То есть, я не могу убрать звук. Это как-то ненормально. То есть, убрать звук может только тот человек, который стоит сейчас за камерой. То есть, на приемнике вам нужно нажать один раз на кнопку выключить, он начнет мигать и как бы все. То есть, он видит, что он мигает, поэтому меня не слышно. Он опять нажимает один раз, то есть, он начинает гореть и опять пошла запись звука. То есть, на всех микрофонах, включая там Rode, Holy Land, там, Wireless Mic от Rode, ты нажимаешь на кнопочку один раз и, соответственно, включается мьют и ты уже контролируешь себя. Не знаю, что удобно это или нет. Возможно, они правы, то есть, если кто-то стоит, он всегда видит, что ага, звук не идет. Ну, хотя, если он стоит, там он и так видит на экранчике, что звук не идет. Поэтому, такой момент. И плюс еще момент, который мне дико не понравился. Я сейчас возьму инструкцию, не думайте, что я не учил текст, но такую хренотень выучить просто невозможно. Это, бляха-муха, даже не знаю, как вам сказать. Индикатор заряда батарей. У него есть пять уровней. То есть, вы должны запомнить. Индикатор два должен мигнуть четыре раза. Это значит, что, ну, типа, все заряжено. Сейчас попробую, как это проверить. Дальше. Уровень третий. Индикатор должен мигнуть три раза красным. Индикатор должен мигнуть, естественно, два раза. Естественно, один раз. И если индикатор не мигает, значит, батарейка ваша сдохла. Ха-ха, оригинально вообще просто пипец. Итак, что нужно для того, чтобы проверить батарейку? Представляете, всю вот эту херотень нужно запомнить. Вот это мне не понравилось. Когда девайс выключен, нужно нажать на кнопку включения. Смотрите, как это выглядит. То есть, сейчас у меня они выключены. Вот вы должны посчитать. Три, четыре. Ага. Полностью заряжен. Ну, я как бы в курсе, что они полностью заряжены. Но, честно говоря, запоминать это, мне кажется, ну, какая-то бредятина. Ну, что еще в плюсе? То, что они молодцы. Просто каймафан. Спасибо вам огромное. Они положили сразу USB на два микро-USB. Грубо говоря, для того, чтобы вы абсолютно спокойны. И не парясь даже от того же компьютера, ноутбука, пауэрбанка или еще какой хрени. Они сразу подключили два микрофона и, естественно, засунули в USB и зарядили. Очень классно. Прям молодцы. Ну, вернее, это не какая-то новинка. Не очень классно. Но, как правило, это либо зараза покупается отдельно, либо есть далеко не у всех. Все остальное, ну, наверное, вполне себе неплохие петлички. Компактные, упакованы хорошо, что тоже немаловажно. В общем, они молодцы. Они развиваются. И если вы понимаете, для чего вам они нужны, вы уже, посмотрев этот обзор, я думаю, определитесь на 100%. То есть, хватит вам такого расстояния, не хватит. Нормальный звук, ненормальный звук. Друзья, конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Естественно, если вы купите петлички там в 10 раз дороже, они, понятное дело, будут получше. Но, возможно, именно вам просто этого нафиг не нужно. Допустим, я роут отдал, мне вполне устраивает Holy Land. Причем оно устраивает меня именно из-за своего удобства. То есть, ну, из-за бокса и т.д. Кто не видел, обязательно посмотрите обзор. Возможно, до этого у меня были более дешевые петлички. В принципе, они меня тоже устраивали. И, по крайней мере, никто не ругался на то, что у тебя чувак, у тебя на канале хреновый звук. Так что, друзья, выбор всегда за вами. С вами был я, Макс. Тем, кто не подписался на мой инстаграм, буду очень рад, если вы подпишетесь. Там выходят все новинки. И те, кто уже подписан, в курсе, что должен выйти обзор данных микрофонных, данных петличек. С вами был я, Макс. Это канал Шестеренка. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok